глава 2 основные формы животных мы видели что в природе все беспрестанно изменяется перестраивается совершенствуется но вместе с тем каждому известно что основная форма тела животных сохраняется неизменной не только при самых разнообразных внешних условиях но и во времени примечание говоря о форме тела автор имеет ввиду симметрию животных симметрией называется определенный геометрический порядок в расположении сходных частей тела конец примечания говоря об основной форме тела мы имеем ввиду не мелкие более или менее случайные изменения в наружности или во внутренней организации которые наблюдаются у различных индивидов даже у одного и того же вида дело идет об основной форме или основном плане построения организма то есть о неизменно закономерном размещении внутренних и наружных органов вот этот общий план тела у всякого животного остается более или менее неизменным и является результатом определенного устройства и деятельности организма на окружающую среду которая со своей стороны оказывает обратное взаимодействие самым главным свойством животного организма которым он наиболее отличается от растительного несомненно является подвижность и ею главным образом определяется тот или иной план строения животного можно различить три основных формы животных организмов сфероидальную лучистую и двусторонне симметричную примечание для сфероидальной формы характерно радиально-лучевая асимметрия но самые просто организованные формы саркодовых амоэбина имеют асимметричное строение например амеба также асимметричное строение свойственно и инфузориям и жгутиковым у радиолярий разные формы симметрии относятся только к скелету а протоплазма имеет асимметричное расположение включений ядро вакуоли и прочее животным с лучистой формой тела как их называет автор свойственно радиально-осевая асимметрия при которой сходные части расположены вокруг оси вращения это не только морские звезды но и кишечно-полосные медузы гидры полипы единственный план симметрии животных имеющих три зародышевых листка экто эндо и мезодерму билатеральная симметрия или как говорят симметрия зеркального изображения у билатерально симметричных животных существует передний по движению конец тела с центральным мозговым скоплением и основными органами чувств спиной и брюшной правой и левой сторонами тела конец примечания сфероидальная форма встречается только у низших животных и характеризует наименее сложную организацию простота устройства тела таких животных например амебы корни ножки грегорины а также и множество низших растительных организмов доходит до полного почти устранения всяких внутренних органов и внешней дифференцировки вследствие этого все точки поверхности тела во всех отношениях равнозначны такое животное может передвигаться в любом направлении так что осей движения у них существует бесчисленное множество лучистая форма тела наблюдается у животных с более совершенной организацией у них все тело разделено на несколько одинаковых частей которые лучеобразно расходятся от одного общего центра самым характерным представителем таких животных являются морские звезды животные эти сравнительно высоко организованы у них есть внутренний скелет мускулы пищеварительные кровеносные и выделительные органы нервная система органы чувств главнейшей особенностью этих животных является то что все пять лучей совершенно сходные между собой по внутреннему строению и наружной форме имеют такой же скелет такие же органы и независимы в своих отправлениях каждый из таких лучей если его отделить может превратиться в новое животное по отношению к движению лучистая форма имеет то удобство что животное может передвигаться по направлению нескольких осей именно по оси каждого луча если морская звезда желает переместиться по какому-нибудь направлению то ей нет надобности предварительно устанавливать тело в определенном положении так как она легко может передвинуться по направлению любого из своих лучей лучистые животные которым кроме звезд также принадлежат морские ежи медузы лилии и другие живут исключительно в воде и двигаются очень медленно у других животных соответственно более сложным внешним влиянием и вследствие потребности в более быстрых передвижениях выработалась двусторонне симметричная форма тела у них все органы тела группируются вокруг одной оси по которой совершается передвижение обе половины тела расположенные по бокам оси является совершенно одинаково устроенными а верхняя и нижняя различны точно так же как передние и задние концы главной оси хотя двусторонняя симметрия свойственно многим водным животным но для наземных животных она является единственным планом строения если мы рассмотрим условия передвижений на суше то нам станет понятным такой план устройства наземных животных примечание низшие и высшие черви передвигаются при помощи изгибаний тела с формированием рычажных конечностей за немногим исключением многоножки и змеи вся двигательная функция перешла на ножные придатки несмотря на то что движение кажется простым свойством животных это очень сложная деятельность в которой задействовано много физических химических и биологических процессов способы движения можно разделить на 6 типов в зависимости от среды в которой перемещается животное и участие разных частей тела шаг ходьба ползание на четырех передвижение по суше представляет для животного менее благоприятные условия чем в воде где со всех сторон окружает одна и та же среда и где каждое животное теряет в своем весе столько сколько весит вытесненная им вода трение о поверхность земли обусловливает образование снарядов облегчающих передвижения которые появляются у животных в форме конечностей чтобы такие подпорки могли удерживать тело в равновесии они должны быть размещены равномерно по обеим сторонам тела отсюда и понятно почему конечности всегда являются в четном числе и размещаются по обеим сторонам оси причем в силу закона экономии и возможной простоты они располагаются на каждой стороне в один ряд в силу тех же законов число конечностей по мере совершенствования организации уменьшается так у тысячи ножек имеется множество пар конечностей у пауков их только четыре пары у насекомых три а у позвоночных только две пары конечностей и наконец у птиц и у человека для передвижения по земле служит лишь одна пара ног у наиболее высоко организованных животных вдоль главной оси развивается твердая костяная опора или позвоночный столб около которого группируются все органы так как сторона на которой образовались конечности всегда обращена вниз а противоположная ей вверх то произошло определенное размещение внутренних органов из которых все более чувствительные помещены ниже позвоночного столба а все менее чувствительные органы главным образом двигательные мускулы расположились в верхней части тела таким образом выработалось различие между спинной и брюшной половиной тела движение у двусторонне симметричных животных нормально совершаются по направлению их главной оси так что животное перед тем как двинуться должно предварительно придать своему телу определенное положение то есть поставить свое туловище таким образом чтобы ось была обращена к точке куда должно совершиться передвижение дальнейшее усложнение организации выражается в выработке приспособлений к передвижению не только по определенному направлению но и в определенную сторону этим обусловливается различие между передней и задней стороной тела на той стороне которая при движении находится впереди располагаются те органы чувств которые уже на некотором расстоянии могут ознакомить животное с тем что совершается впереди него здесь же в большинстве случаев располагаются органы защиты или нападения и органы для принятия пищи таким образом передний конец анатомической оси животного превращается в особый снаряд чрезвычайно сложно устроенный называемый головою в то же время на заднем конце тела появляются приспособления назначения которых также определяется функцией движения именно задний конец позвоночного столба вытягивается и образует хвост который у водяных животных исполняет то же назначение как и конечности то есть служит органом движения а у наземных животных имеет самое разнообразное назначение таким образом расположение всех главнейших органов в теле двусторонне симметричных животных является следствием появления симметрично поставленных конечностей что в свою очередь обусловливается удержанием только одной оси тела и так основная форма тела есть внешнее выражение всего внутреннего строения и потому неудивительно что основная форма тела животных сохраняется при самых разнообразных условиях жизни тем не менее в строении тела некоторых животных наблюдается переход от лучистой симметрии двусторонней так галатурии имеющие форму огурца устроены по типу лучистой симметрии но двигаются одним концом вперед а некоторые виды их всегда одной стороной вниз а другой вверх таким образом у галатурии передний конец играет роль головы а нижняя сторона тела роль брюшной стороны такие же переходные формы наблюдаются и у морских ежей хотя большинство ежей устроено по плану лучистой симметрии но у некоторых видов бывает ясно выраженная двусторонняя симметрия